Приветствую вас, Аноним. Прочитал ваш вопрос. Что я могу сразу сказать? Вот я, конечно, не знаю насчет навязчивости, я не знаю насчет депрессии, это в какой-то степени не относящаяся, на мой взгляд, целиком к психологии вещи, к именно психологической работе, психотерапии, ну смотря, конечно, какой психотерапии, если мы говорим о психологическом консультировании, да, то есть отношении клиент-психолог, то говорить о депрессии, ну, наверное, несколько нецелесообразно, потому что депрессия все-таки это заболевание, это клиническая, в первую очередь, история. И понятно, что депрессии бывают разными, бывают депрессии из-за физиологических изменений, бывают депрессии из-за психологических каких-то проблематик, вот. Но так или иначе, если мы говорим о депрессии, то необходимо, в первую очередь, очная диагностика, вот, постановка диагноза, если он есть, вот, назначение лечения соответствующего, и уже как сопроводительная, как параллельная история, это психотерапия. Поэтому то, что вы говорите о депрессии, в которой вы находитесь 10 лет, то есть начиная с 20 лет, ну, для меня выглядит немножко, скажем так, не пригодным для использования именно сейчас, потому что с этим ничего нельзя сделать. Депрессия – это болезнь. Говорите вы о болезни, говорите вы о своем состоянии, о том, что у вас, в принципе, вот просто такое подавленное состояние, что, может, что называется обычно депрессивным состоянием, а не депрессия, непонятно. Ну, как бы, обращались ли вы к психотерапевту с навязчивостью? Ну, опять же, навязчивость, она бывает разная, и бывает, опять же, медицинская картина, клиническая картина навязчивости, вот. Бывает навязчивость, чисто психологическая история, то есть некая такая, некий элемент такого целенаправленного, да, целеустремленного поведения, вот. И, как бы, из вашего текста не очень ясно, является ли навязчивость, допустим, частью вашего характера. То есть, если является, то как умость это использовалась. И какой конфликт лежит в основе навязчивости, тоже не совсем ясно. Что я увидел, так это, пожалуй, запрет на агрессию. Вот запрет на агрессию выглядит очень-очень сильно. Если я проявлю агрессию, обязательно остаюсь одна, обязательно за это расплачиваюсь и так далее. И вообще я агрессировать не должна. Дело в том, что агрессия есть не что иное, как защита. То есть, запрещая себе агрессию, вы запрещаете себе себя защищать. И вот запрещая себя защищать, вы, как раз таки, оказываетесь в очень таком угнетающем, возможно, бесцветном, депрессивном мире, полном угроз, полном зависимости. Потому что, ну, в данном случае я полагаю, что зависимость связана с необходимостью себя защитить. Да, вот, то есть, и когда я зависим от кого-то, я защищаюсь этим человеком. И получается, что глобально от вашего текста я чувствую достаточно сильное напряжение. Я чувствую достаточно сильный такой негатив, вот, который, ну, исходит, как бы, от текста вашего, да. Но при этом, при этом, вы, вот, боитесь, при этом, вы запрещаете себе проявлять агрессию. Вот, и из-за того, что боитесь, ну, боитесь, как бы, остаться одной изобретенной агрессии, он очень, очень, здесь явно выражен. Я не знаю про навязчивость, я не знаю про депрессию, про старость, я не знаю про зависимость вашей, то есть, это все, как бы, мне не знакомо именно в вашем контексте, все это нужно изучать, но я совершенно отчетливо вижу проблему в этом. И мне кажется, что с этим, в отличие от остального, можно и нужно работать здесь сейчас. Что касается ненависти, то ненависть рассматривается в психологии, как реактивная такая модель на некое препятствие для гармонии. То есть, вот, есть человек, есть какая-то гармония, которую человек хочет достичь. Между человеком и гармонией есть препятствие, препятствие, которое человек не может обойти. И это препятствие, как правило, вызывает ненависть. Ну, и понятно, что ненависть – это обратная сторона любви, то есть, там достаточно такая сложная структура, да. Нужно, повторюсь, анализировать, ну, здесь исследовать, что именно вы называете ненавистью, что именно вы считаете ненавистью, действительно ли вы это ненавидите. Потому что вообще-то ненависть чувствует очень сильное, и не каждый человек способен ненавистью испытывать. То, что описываете вы, в частности, в своем последнем абзаце, где вы описываете адресику и так далее, ну, это, как бы, некие физиологические особенности, которые, мне кажется, нужно рассматривать. Не только с позиции психотерапии. То, что терапия стала ритуалом. Ну, по факту, по факту, вы заменили один костыль на другой. То есть, вы заменили некую неуверенность в себе, вы заменили некие сомнения в себе терапии с терапией. Ну, проблему ваша, понятно, это не решила. Потому что, вы как нуждались в чем-то вовне, так нуждались. Вопрос вам, что теперь стало давать терапия. Отсюда и зависимость, отсюда и, как бы, ритуал. Вот. Терапия, как именно образ жизни. Вместе с тем, это потребность во внимании, чего вам, вероятно, не хватает, как зависимому человеку. Это что-то, что вы получаете от общения с человеком. И, это некая стабильность, некая защищенность. А, в силу того, что у вас проблемы с выражением агрессии, защищенность почувствует вам себя тяжело, сложно. Поэтому, вы компенсируйте недостаток вот такими действиями. Говоря о том, что это нормально, мне кажется, это не совсем корректный вопрос, нормально это или нет. У меня думается, что, раз вы живете в такой парадигме, то это нормально. А вот, вопрос, который действительно нужно задать, устраивает ли мне эту позицию или нет, хочется мне этого или нет, хочу ли это поменять или нет. Что касается расплода, то это наказание, наказание, в первую очередь, ввиду, ну, следствие, ввиду неважно, вашей активности. То есть, именно ваша активность может привести к тому, что, ну, что вы себя накажете. Вот. Именно вы, в глубине души, полагаете, что, вообще-то, вы не достойны общения с людьми и, вообще-то, от вас все должны уйти, потому что вот с вами что-то не так. А еще глубже, может быть, есть мысль, что никто просто не способен вас оценить, но вот, а сами-то вы не особо чего делаете для того, чтобы вас оценили, потому что есть некоторый такой страх отвержения. Вот. А есть такая психологическая игра или слово выделить из головы, я, может быть, вспомню его, вспомню это слово по ходу ответа. Вот. Значит, есть некий такой жизненный сценарий, который называется, он называется Damocles Metsch. Вот, Damocles Metsch, это древний миф о том, что над кроватью человека всегда висел Damocles Metsch, который мог в любой момент на него упасть и отрубить ему голову. Считал, что это, ну, это должно было произойти только если человек совершил какие-то вот, ну, действия, мягко говоря, там, противные богам, да, то есть, противоречившие волю богов. И вот мне думается, что вы тоже живете вот примерно в таком, ну, в таком мире, но обратите внимание, что меч, Damocles Metsch, человек висит над своей головой сам. И быть наказанной вы себе, вы себя выбираете сами. То есть, условно говоря, проявляя агрессию, защищая себя, продвигая свои интересы. Да, конечно, это приводит к тому, что люди могут уйти, люди могут начать агрессировать в ответ. Но, смотрите, момент вот какой. Это значит, что человек вас не принимает. Но, коли вы скрываете в себе что-то, коли вы пытаетесь подстроиться под кого-то, то, исходя из этого, человек и не может узнать вас настоящим. А если человек не может узнать настоящим, он привыкает к той, какой вы себя демонстрируете, какой вы себя демонстрируете. И он не может знать, что вам неприятно, что вам не нравится быть такой, что вы такая только из-за того, чтобы человека не обидеть. Поэтому знать не может. А когда вы проявляете, когда вы прерываете свой контроль, когда ваше чувство, ваше несогласие, агрессия, обида, не обязательно связанное с человеком, прерываются. Человек оказывается в недоумении. Как же так, она была вот такой-такой-такой, потом раз, резко, и она стала другой. Понимаете? То есть загнутый круг получается. начало, которого берет именно из позиции, берется начало из той позиции, что такая, какая есть настоящая, защищающая свои личные границы. Я плохая. И я должна подчиняться, я должна быть удобной. Мне не нравится, но я должна быть. И тогда люди сделают меня счастливыми. Счастливыми. Ну вот уже 30 лет делают и никак не сделают. И не сделают аноним. Потому что сделать себя счастливым, можете только вы сами. Поэтому нужно только лишь свои интересы подправлять. Можете ли вы остаться одной? Хороший вопрос. А лично у меня сложилось впечатление, что вы сейчас одна. Сейчас. Вы пытаетесь там построиться по терапии, пытаетесь там с девочкой общаться. Да? Но вы одна. И вы это чувствуете. Потому что... Кстати, отсюда приходит страх одиночества, потому что вы чувствуете, что вы одна. Вы отрицаете это, не желаете признаться. Когда человек не является собой вообще, у него внутри появляется некая такая клетка, в которую он помещает те чувства, мысли, которые запрещено выражать. И именно эта клетка дает ощущение одиночества, дает ощущение отстраненности, депривации вообще. Но признать это, значит признать наличие необходимости изменений. А это немножко уже другая история. По поводу вашего запроса. Вообще отдельная тема. Вы говорите, что я как боялся создавать семью, так и боюсь. То есть нет. Вы... Вот другое писали. Сейчас я посмотрю. Так. Я по-прежнему не представляю зачем создавать семью, рожать детей, боюсь, о которых я не хочу. Вот у меня ощущение, да, что вы себя заставлять. У меня ощущение, что вы пришли в терапию, потому что должны быть. Я понимаю, почему вы боитесь рожать детей, боитесь создавать семью. Потому что это ответственность, вы боитесь ответственности. С другой стороны, это слабость, вы боитесь быть слабой. А с третьей стороны, это, ну, возможно, некое проживание детско-родительских отношений, которое вам неприятно. Ну, вот. Ну, в целом, это, конечно, вот не уменять сказать нет. Потому что это самые близкие люди будут у вас, если вы создадёте семью. А вы же запрещаете себе управлять агрессию, защищать себя. А значит, они будут на вас ездить. Ага, вы этого не хотите. Не хотите, вы знаете, что семья для вас, таким образом, это не свобода. Но при этом вы должны её создать. Потому что если вы не создаете её, то вы какая-то не такая. Мне, правда, немного странным является тот факт, что о создании семьи настолько важно, что вы обратились к психологу в 20 лет, вы уже думали. А что же с вашими глобальными интересами? Что же с вашими ценностями? Что же с вашим жизненным смыслом, который справедлив только для вас? Вот такое ощущение, что без других людей вы не существуете. Я существую только, пока я делаю что-то для других. Я существую только, пока я взаимодействую с другими. Ну, позиция весьма деструктивная, конечно. Но в целом, имеется ощущение, что терапией вы занимаетесь из-под палки. По-настоящему тоже непонятно, как это вообще связано со страхом семьи. Ну, лично мне непонятно. Вот. И как это связано с депрессией тоже. То есть, вы как-то вот всего намещали. Я хотел бы в этом разобраться более подробно. Ну, и то, что вам терапевт решили, это обесценивание. То есть, здесь очень четко, на мой взгляд, прослеживается такая вот позиция обесценивания, что я обесцениваю своего терапевта. Вот. Потому что только так через жалость я более-менее могу ему что-то выдавить. Вот. Ну, то есть, только так через жалость я могу обесценить его настолько, чтобы иметь возможность что-то к нему испытывать. хотя бы на уровне эмоций, хотя бы на уровне чувств, вот. Во всех остальных случаях я себе это предупрещаю. Вот. Так это выглядит для меня. Соответственно, отвечаю на ваши вопросы. Сказать или нет? Сказать, конечно, если вы хотите работать еще с этим терапевтом. Ну, лично мне кажется, что ищете вы повод выйти и выйти из терапевта совсем, хоть вы боитесь. Или терапевта сменить. Но, опять же, здесь важно понимать, что, на мой взгляд, вы, пусть обессознательны, я не говорю, что вы это делаете случайно, но, на мой взгляд, вы ищете повод доказать, что вам нельзя помочь. Безусловно, у меня нет никаких аргументов в пользу этого, то есть я не могу сказать с уверенностью, что это правда. Но я знаю такие случаи, когда люди обращаются к специалистам для того, чтобы ты готовишь, я безнадежно, я на что не способна, и вообще мне помочь нельзя. Вот, ну, тут хотелось бы, конечно, просто максимально честно, ну, просто хотелось бы какую-то максимальную честность, потому что, если вы считаете, что помочь вам нельзя, вот, то давайте все-таки, ну, короче. Как-то более экономично, может быть, более экономично, может быть, более экономно относиться к времени. Вашему времени, вашему времени, нашему времени, чтобы не тратить время после того. В этом все, я надеюсь, что помог вам я, а, да, еще вопрос, еще вопрос. Является ли нормой, что я писал, ну, я сказал, на что это похоже, сказал, что я с этим делал, ну, в принципе, вроде бы тоже сказал. Только не решаются такие проблемы вот в таком формате. Это все-таки решается больше в психотерапии. Да, еще один важный момент, на который я не обратил внимания ваш, это момент, связанный с тем, что, может быть, вам метод психотерапии просто не подходит. Дело в том, что для каждого человека свой метод психотерапии, и, может быть, терапия, с которым вы занимаетесь сейчас, просто владеет терапией, которая вам не подходит. Вот, это, в принципе, вполне нормально. То есть, тут важно не биться головой об стены, да, а, ну, попросить, например, психолога сменить подход. Вот, если он это может сделать, то есть, ну, нужно, нужно понимать, что просто еще не каждый специалист может это сделать, да, вот. И попробовать поработать в том направлении, в каком вам самой будет наиболее комфортно. Вот, например, психоаналитический подход, ну, например, гисталл-подход, вот, когнитивный подход, и так далее. Так, ну, разные могут быть абсолютно разные, да, вот, я не буду все перечислять, вот, поэтому. Вы можете, на самом деле, как мне кажется, даже не говорить психологу, если вы не хотите, о том, что у вас, там, вот, ну, какое-то недовольство. Что я думаю, какое-то, по-моему, какое-то, по-моему, какое-то обеспечение – это надо просить с книгами подход. поработать в других подходах терапевтических и кто знает может быть тогда у вас будет куда больше просторы и может быть вы сможете решить те проблемы которые именно хотите решить а не те проблемы которые вы себе решать заставляете. В этом все я надеюсь что это было вам полезно я посылаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь что ситуация будет разрушена.